Ольга Бузова в откровенном наряде спела в Башкортостане и уже летит правоохранительным органом запрос от местного депутата Рустема Ахмадинурова, которого якобы жители зазвалили гневными сообщениями, да что она творит в мусульманской по преимуществу республике в День защиты детей. А действительно, давайте посмотрим, что она творит. Новый день лета, День защиты детей, мы открываем самый масштабный фестиваль в России ВК-фест. Я тоже, конечно, возмущена, мне хочется и постучать по коробочке и сказать, Оль, ты вообще новости читаешь, нет, ты про что-нибудь, про полуголую вечеринку слышала. Что теперь ждем Бузову на Донбассе и Виктор Анатольевич, что это за несознательность такая? Ну уже все стадии прошли в прошлый раз и опять все сначала. Да бог с ней, с Бузовой, Лена. Про Бузову неинтересно. Я вот, например, понимаете, как эти вопросы решаются, извините за выражение, в цивилизованной стране. Значит, вот я знал, что Бузова раздевается, что поет, не знал. Значит, я не куплю билет на ее выступление ни за полкопейки. Значит, это касса решается, люди придут или не придут. Если они пришли в мусульманской республике, но если им хочется посмотреть на поющую, обнаженную, полуобнаженную Бузову, дай им бог здоровья всем. Это решается кассой. А если не придут, если будут действительно возмущены, если это народное возмущение, а не номенклатурное, но об этом узнают продюсеры Бузовой, значит, будет сорвано ее выступление. Значит, возмущенный народ просто, да, что-то будет. Это решается так, таким образом. Как организуются народные протесты самим и депутатам, мы более-менее представляем. Вопрос не в Бузовой, вопрос в механизмах. Каждый раз мы пытаемся с любого общего плана перейти хотя бы на средний. Не нравится Бузова? Не смотри на нее, не слушай. Выключи телевизор, не смотри ее, да, у нее будет меньше трафик, меньше популярность. Нравится? Мы не обсуждаем сейчас вкус, у нас не худсовет. Мы не обсуждаем вкус жителей Башкортостана, которым нравится обнаженная Бузова. Я не по мусульманской части, понимаете? Мы не это обсуждаем. Мы говорим, в свободной стране, это депутат вообще не его собачье дело. Просто не его дело, повторяю. Если людям не нравится, они не придут. Нравится, приходит, нравится, все. Это свободное дело. Личное дело каждого. То, что с любого поворота у нас начинается защита нравственности, от защиты нравственности две секунды там до репрессий, и как с, так сказать, идиотской, но совершенно безобидной голой вечеринки вырастает просто, так сказать, борьба за честь России, как немедленно, извините, возбуждаются. Все патриоты – это свидетельство какого-то дурного инфицированного устройства нашего сегодняшнего общественно-политического. А все остальное, повторяю, личное дело каждого, дай им Бог здоровья, что Бузовой, что ее зритель. Вот я прямо сейчас вижу новость, что Следственный комитет уже заинтересовался этим выступлением Бузовой, видимо, будет проводить проверку. Я представила сразу, как Александр Бастрыкин с лупой сидит и рассматривает Бузову в лупу в поиске улик, действительно, насколько, значит, насколько там преступление страшное совершено. Ну что ж, а мы обсудим сейчас пропагандистские моменты в нашем эфире. Вот интересный момент у нас у Петра Толстого случился, который, мне кажется, стоит зафиксировать. Знаменитый, значит, единоросс Петр Толстой, он депутат, по-моему, у нас, в общем-то, признал, что Путин, начав войну в Украине, создал очень опасную ситуацию. «Проиграем войну, не будет Россия». Это дословно то, что он сказал в недавнем интервью. А вот еще интересные подробности, как он представляет себе ситуацию с соседями, а конкретно с Казахстаном. У нас проблем-то масса. Просто все ждут, чем закончится тема Украины. Наблюдают. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь повнимательнее. Нет, я знаю Казахстан, я объездил вообще все СНГ, очень погромно. Ну, тем более. Я знаю, да. Но это же обычное, ну, как бы так зареют национальные государства. Да-да, только знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата – это город верный. Наша русская крепость казачья. Ну, это какой-то вообще бесконечный, конечно, позор русской, российской политики в том смысле, что они совсем отбили себе представление о том, что политика и международные отношения – это когда вы договариваетесь, когда вы дружите, и чем ближе, и чем теплее у вас эти отношения, тем больше, так сказать, тем меньше проблем, меньше напряжения, и меньше каких-то недовольств соседними народами. Конечно, вот этот момент, когда ведущий осторожно пытается ему сказать, ну, это же нормально для национальных государств. И тут прямо Петра Толстого прорывает. Ну, послушайте, значит, понятно, это как в том анекдоте. Нас-то за что? Значит, Алмата – это город верный, а Калининград и Шикотан – русские, да? То есть Калининград – не Кенигсберг, а Шикотан – не японские, ну и так далее. А Алмата – город верный. То есть история строится сколько-то… Но от слов «киевская Русь» их должно тогда перекашивать просто до этого. Да, да, уже нет никакой «киевской Руси», вы уже отстали, уже нет никакой «киевской Руси», это все украинцы выдумали, на самом деле, ну и так далее. Иван Калита был раньше. Послушайте, это все неважно совершенно. То есть важно, но тут чего об этом говорить. Понимаете, какая штука? Да, то, что парады мордобоя по Саше Черному. Ничего, кроме мордобоя, предложить бывшим провинциям Россия сегодня не в состоянии. Ничего, кроме мордобоя. И Толстой настаивает на мордобоя. Он говорит, сейчас должны разобраться с Украиной, да, потом, потому что иначе отобьются от рук все. То есть он по-прежнему живет внутри этой абсолютно выстроенной, абсолютно узаконенной в его несчастной голове депутатской имперской парадигмы. Понимаете, вот лоси, петологи мне рассказывали, что лось ходит на водопой две недели после того, как водопой пересохнет. То есть он пришел туда, а воды нет. Он удивился, лось, а потом наутро снова пришел туда, а там снова нет воды. Так вот, Толстой, Петр Толстой, он тупее лося, потому что лось через две недели. Уже понимает, что там нет воды, что надо в другое место идти куда-то за водой. А Толстой, сколько уже, с 91-го года, они так и ходят на этот пересохший водопой. Ау, ребята, воды нет. Да, Казахстан, Армения, суверенные государства. Страны Балтии суверенные совсем-совсем. В НАТО уже вступают благодаря вам, благодаря вашей тупизне лосиной, потому что вы настаиваете на том, что там должна быть вода. Вы настаиваете на том, что они ваши, так сказать, ваши провинции. И вы разговариваете, как с провинившейся провинцией. Вот этот сейчас Цезарь, которого вы видели в Комсомольской правде, сейчас он пошлет туда движением руки, пошлет войска, легионы пошлет усмирять провинции, а пиву дорогу уставить. Только нет уже, да, нет уже никакой, не будет уже, а пиву дорогу можем устроить своим главным образом, да, своим собственным гражданам. Ну и до кого дотянемся. Но уже никаких побед больших не будет. Это уже понятно. Но лось продолжает ходить на пересохшие водопои. Вы видели очень тяжелый лосиный случай в лице депутата Толстого. Но я напомню, что в первом сюжете вообще-то сегодняшней нашей программы гимном СССР человека пытают, людей пытают. Они действительно эту память, я не знаю, о нашем общем прошлом превратили в инструмент пытки. И Толстой на этом настаивает. Чем больше вы будете живыми людьми. Ну и... Это очень точное, очень точное соображение, я, кстати, его пропустил в комментарии. Конечно, гимн Советского Союза. И они понимают, что это пытка. Они понимают, что это пытка. Вот ведь что важно. Это же явка с повинной. То есть они понимают, что Советский Союз, память о Советском Союзе, о старшем брате. Что это пытка для украинцев. Это пытка для казахов, для армян. Это пытка. Это напоминание. Но они хотят пытать. Они хотят пытать. Еще раз. Никакой... Да, вода там не появится. Водопой пересох. Весыхает на наших глазах. Не будет никакой уже империи, как при Александре Третьем, при Осипе Виссарионовиче. Не будет этого. Конечно, не будет. Но крови еще пролить можем много. И нагадить собственные, так сказать, перерезать сухожилия и вскрыть вены в собственной стране. Эти вот патриоты лосиные в состоянии, разумеется. Потому что чем больнее мы будем делать по, так сказать, по периметру, тем сильнее будет прилетать. К сожалению, будет прилетать не Петру Толстому, а тем русским, которых будут унижать за то, что они говорят на русском языке. Понимаете? Тамошние патриоты. Товарищи по профессии Петра Толстого. Тамошние демагоги. Тамошние популисты. И этот маятник прилетит, к сожалению, не к Петру Толстому, а просто к людям, которые разговаривают к их несчастью на том же языке, на котором хамски разговаривает Петр Толстой. И русский язык становится языком в межнациональном общении, он стал уже языком хамства. И русский язык – это язык героев Буча, разумеется. А никакого не Булгакова там или Пушкина, и Братынского. Русский язык – это язык героев Буча. А потом удивляемся, что нас не любят. После того, как этим языком мы заставляем на этом языке петь гимн преступного государства. Или хамим у сами депутата государства. Там-то просто какой-то урод радостный. А тут депутат Государственной Думы – это официальная Россия, хамит Казахстан. А потом будем удивляться, что русских не любят. То есть не слышал, я не знаю, что у него там было по физике. Про угол падения, угол отражения Петру Толстому ничего не известно. Опасный имперский идиот, который принесет, как и другие опасные имперские идиоты, очень много вреда России. И вот приносит на наши глаза. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Так вы поможете нам распространять ролики. И обязательно подпишитесь на канал Ходорковский лайф, если почему-то до сих пор этого не сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!